Женщины уже давно доказали, что для них нет ничего невозможного, и что управляют автомобилем они не хуже, чем мужчины. И наравне с сильным полом осваивают мужские профессии, при этом успешно совмещают и службу, и семью. Как им это удается, своим секретом с нашей съемочной группой поделились представительницы органов правопорядка. Ни одно расследование не обходится без криминалистов-экспертов. Как преступник попал в квартиру, а иногда и как его зовут, могут рассказать криминалисты лишь по отпечатку следов рук. В предпраздничный день Светлана Рудская вновь на посту. Произошла кража, преступник втерся в доверие к пенсионерам, а после его визита пропал мобильный телефон. Преступник, предполагаемый, выходил на балкон и трогал, предположительно, курил, трогал вещи на балконе. Поэтому мы просматриваем, что он мог трогать, когда заходил на балкон, примерно его прочитываем рост, на как он мог прикасаться к двери. В арсенале эксперта множество кистей, порошков и пленок. И все это только для изъятия следов рук. Чаще всего основной уликой на месте преступления являются следы рук. Сегодня дактилоскопирование решила пройти и я. Ну, как начинать? Убирайте мне правую руку. Руку расслабляйте. Все, повторяйте за движение моей руки. Отпечатки рук всегда индивидуальны, неповторимы. И ни у кого другого не повторяться не встретится таких же видов узоров, как у вас. Но профессия эксперта не всегда – работа с инструментами и следами преступления. Иногда приходится работать и с трупами. Если обнаружили труп, то будь то мужчина или женщина выезжает, проводит фотографирование, осматривает труп вместе с судебным медицинским экспертом. Также дактилоскопируем труп уже в морге в самом. По статистике, 80% россиян считают специальность эксперта-криминалиста чисто морской профессией. В нашем регионе в экспертно-криминалистическом центре из шести специалистов – двое женщин. Светлана говорит, что и во время учёбы из 30 человек во взводе девушек было только двое. Но это её не отпугнуло. И она с успехом закончила учёбу. Я, когда поступала в институт, я точно не понимала, чем я буду заниматься. Именно, что я буду проводить экспертизы. Я хотела работать в милиции. А потом уже на курсе втором-третьем я поняла, что да, я хочу заниматься этой работой. У нас очень хорошая работа в том плане, что она совмещает как работу кабинетную – ты можешь посидеть спокойно, подумать, изучать литературу, заниматься практической деятельностью, так и работу по выездам. Иногда приходится выезжать и в отдалённые населённые пункты, или на просторы бескрайней тундры. Светлана, несмотря ни на что, мчится исполнять свой долг. Хотя дома её ждут двое маленьких детей и муж. Главное в таких случаях – поддержка и понимание близких людей, говорит Светлана. На поддержку рассчитывают и другие представительницы слабого пола, которые с успехом трудятся в отраслях, которые традиционно занимали мужчины. В отделе дознания окружного управления ОМВД России по НАО женщины взяли пальму первенства в свои руки. В отделе всего трое представителей сильной половины человечества. Я считаю, женщины очень подходят для этой работы именно в плане ведения следственной и дознавательской работы, так как они более внимательны, более ответственны в отличие от мужчин. Хотя и мужчина у нас достойная, но я считаю, она не мешает оставаться и женщиной, и семьёй заниматься. Но несмотря на свои должностные обязанности в преддверии главного весеннего праздника, они, как и миллионы женщин, принимают цветы, подарки и поздравления с 8 марта.